Екатеринбургские школьники, попавшие в аварию под Ярославлем, вскоре вернутся домой. Правда, не все. Домой врачи разрешили отправить тех, кто не получил серьезных травм при столкновении экскурсионного автобуса с грузовиком. Участниками этого страшного ДТП стали больше 40 человек. Один из них шофер, перевозящий детей, погиб. Сырловские власти оказывают всю необходимую помощь группе. Роман Сумин с подробностями ЧП. Опытный? Нормальный водитель. Конечно, опытный. В профессионализме водителя, который вел автобус с уральскими школьниками, коллеги не сомневаются. Говорят, он наверняка сделал все, что мог. И в этой аварии получил самые серьезные травмы. Экскурсионная машина, в которой находилось 38 детей, врезалась в грузовик, не уступивший ей дорогу. Автомобиль, грузовой Хова выехал со второстепенность прилегающей территории, со строящейся заправки. И впоследствии, как я уже сказал, произошло попутное столкновение с автобусом, который перевозил группу детей. Это группа школьников из города Екатеринбург. Все случилось накануне вечером на трассе под Ярославлем. Четыре десятка подростков, учащихся трех школ Екатеринбурга, путешествовали по Золотому кольцу. Внезапно у них на пути оказался нерасторопный грузовик. Перед столкновением водитель автобуса успел предупредить пассажиров, и те были готовы к удару. Успели сгруппироваться. Проснулся за несколько минут до аварии, услышал голос водителя, понял, что мы тормозим. Затем я увидел в лобовое стекло, что на нашу полосу выехал грузовой автомобиль. После этого при торможении автобус врезался в автомобиль. Наша авария, я считаю, что нам очень повезло. Всех пострадавших срочно доставили в больницу. На операцию потребовалось только водителю, который, по сути, принял удар на себя. У него сломаны бедро, голень, таз и поврежден мозг. Сейчас оценивать состояние водителя сложно, потому что он находится на операции. За жизнь рулевого медики боролись всю ночь, но спасти его не удалось. Семье героя Свердловские власти уже пообещали оказать всеческую помощь. Ведь благодаря ему состояние детей и сопровождающих опасений не вызывает. Сегодня пострадавших навестил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Ему рассказали, что большую часть группы уже разместили в гостинице. Эти пассажиры отделались испугом. Затем, как они себя чувствуют, внимательно следят и их педагоги в Екатеринбурге. На данный момент 14 человек из группы. Я имею в виду не только своих детей из гимназии. Из моей гимназии один человек остается в больнице. Состояние легкой степени тяжести у него повреждена верхняя губа. Ее пришлось зашивать. Что касается родителей, то в Ярославль за детьми решили отправиться единицей. Те, у кого чадо еще находится в больнице. Депутат Дмитрий Головин, чья дочка тоже путешествует по Золотому кольцу, рассказывает, что регулярно с ней созванивается. По словам девушки, подростки не теряют оптимизма. Вместо Золотого кольца они проведут тур по больнице Ростова-Великого. И мне супруга говорит, я вот с врачом разговаривала. Он сказал, приезжайте, забирайте. Я говорю, скажите ему, что ребенку 16 лет. Мы готовы ее оставить в больнице Ростова-Великого. Воспитайте ее достойным гражданином. Большинство школьников уже завтра должны вернуться домой. Руководители группы решили прервать путешествие, которое обернулось уголовным делом. Его главный фигурант – водитель, чья неосторожность, возможно, привела к гибели человека. Его допрашивают следователи. Мужчине грозит лишение свободы. Роман Сумин, главные новости Екатеринбурга.